МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий. Серьезная авария произошла сегодня утром на третьей транспортной дамбе. Жигули седьмой модели на большой скорости врезались в стоящий китайский самосвал. Увидев во что превратился легковой автомобиль после мощного удара, у очевидцев возник первый вопрос, сколько человек погибло. Но, к счастью, оказалось, что все люди живы, более того, даже не нуждаются в помощи врачей. Везло, конечно, вам. На стёбуке были, что ли? Да. А скорую вызывали? Да не надо, конечно. Не надо? Сморучку. А как выбрались оттуда? Спокойно вылезли, что ли. Водитель Жигулей буквально в рубашке родился, ведь после удара его семёрка практически согнулась пополам, а сам молодой человек без единой царапины самостоятельно выбрался из раскуроченного автомобиля. Повезло, что в этот момент рядом не было пассажира, иначе авария наверняка бы закончилась трагедией. Вы стояли около обочины? Да, да. Ремонтировал машину. Что дальше? В стоящую машину у вас 2107 въехал. Что водитель с ним говорит? Он говорит, что он угрык за рулём. Китайский самосвал стоял на автобусной полосе. Водитель говорит, что у грузовика сломался кардан, поэтому шофёр вместе с товарищем выставили аварийные знаки, а сами полезли под многотоник, чтобы на месте заняться ремонтом. Буквально за несколько минут до столкновения молодые люди выбрались из-под машины и сели в кабину, чтобы немного согреться. Именно в этот момент сзади влетела семёрка. У него знак-то был вообще, нет? Нет. А? Не был участвор. Владелец «Жигулей» поначалу пытался оправдаться, утверждая, что шофёр многотоника не выставил аварийные знаки. Но позже инспектор МГИ признался, что сам виноват. Молодой человек работает таксистом. Всю эту ночь он развозил клиентов. Под утро отвёз последнего пассажира в аэропорт и поехал домой отцепаться. Но по дороге уснул прямо за рулём. Восстанавливать «Жигуленок» теперь не имеет смысла. Молодой человек попал под колёса грузовой «Газели» минувшим вечером на улице Эсперанто. По словам водителя, пешеход стоял на проезжей части вдалеке от дорожной зебры и пропускал поток машин. Когда к нему приблизился грузовик, он неожиданно решил резко перебежать дорогу. Водитель не ожидал такой пройти от пешехода, поэтому не успел вовремя даже нажать на педаль тормоза. Очевидцы утверждают, что пешеход был пьян. Именно поэтому повёл себя таким образом. С различными переломами пострадавшего увезли в больницу. Внедорожник премиум-класса загорелся сегодня ночью в посёлке Юдина. При въезде на пляж озера Изумрудное вспыхнул новенький рейндж-ровер. Водитель заметил возгорание, лишь когда автомобиль уже полыхал открытым огнём. Спасти очень дорогую иномарку не удалось, она сгорела полностью. У полицейских сложилось мнение, что водитель авто многого не договаривает. Хотя он в Юдина приехал якобы в гости к другу, тем не менее рейндж-ровер почему-то...